С кем имеете дело? Вы имеете дело с... Скульптором. Меня зовут Гога Пуларьяни. Здесь меня знают как Джорджи Пуларьяни. Я по происхождению из Грузии. Десять лет я уже, в принципе, живу в Испании. И вот это, то что вы видите, мои скульптуры. Эти рисунки, они не мои, только скульптуры. Решил, думаю, знаешь что, мне такой неизвестный. Жизнь уже не устраивает. Решил все изменить с этого дня. И в этом мне помогает друг мой из Украины. Его прекрасный сын, правильно? Максим Ильянович. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы увидели у себя этот дар? Как это, с чего началось все? Кем вы когда-то были? Знаешь, как-то я уже это, наверное, повторил, я не знаю, наверное, не сосчитать столько раз. Всем я рассказываю, эти люди, которые приходят в в этом галерее, всем рассказываю, как это стало. И каждый день я рассказываю это, как будто это первый раз. В том плане, что я до сих пор сам не вышел из этого транса, что хоть оно уже три года и несколько месяцев, как я нашел себе вот этот дар, скажем, вот первый раз, когда я вот сделал чисто случайно вот скульптуру, там такая странная история, я сделал в моем саду такую ямку, чтобы развести этих рыб. И там хотел обставить камнями, фигаратил как-то сделать, и чтобы эти камни не шевелились, вот этим expanding foam, как называется по-русски, то, что монтажная, да. И там снизу понемножку щеканул, как говорится, и ожидая того, что оно высохнет и старается, как-то не будут больше эти камни шевелиться или что-то в этом подобии. И маленькую вот оставшуюся вот этот, я не знаю, как по-русски это, кен, ботл, резервуар, баллончик, да, поставил я сзади моего дома, моего дома на столе, и я как-то про него забыл. И через неделю или две я вот иду сзади и вижу, что вот этот баллончик валяется на полу, на земле точнее, и там дырка в этом, и вся эта масса вышла, и она сделала такую, сделала себе такую необычную форму. В том плане, конечно, они далеко не были похожи на грибы, но мне как-то показалось, что, как бы сказать, что они как-то похожи на грибов, я помню в детстве собирал грибы в лесу, и там на деревьях росли таком в кучках, так и много грибов, ну и мне как-то показалось, только единственное отличие было, что какие-то штуки, да, я не знаю, если ты когда-нибудь видел такую с дыркой, потому что после этого я много банок сделал с дырками, специально, чтобы вышла какая-то такая странная форма получилась из пена. И когда такое сделаешь, оно выходит и какое-то так непонятно идет как-то далеко, и вот эти штучки в некоторых местах вот так немножко необычно отличались от этой полной массы, и я думал, возьму и отрежу, знаешь, вот эти, то, что не, как-то к грибам не подходит как-то, взял вот этот нож, как говорится, катер называют здесь, и стал, хотел только отрезать вот эти лишние, скажем, в моем понятии, я абсолютно не думал, что что-то из этого получится, я подозрения не имел, что вот этот момент поменяет полностью полностью мою жизнь. Я стал резать вот эти, отрезать, скажем, лишние эти самые, и вот через как-то 5, я не знаю, 10 минут, я, оно так хорошо режется, знаешь, если ты пробовал, ну, наверное, ты тоже знаешь, и как-то немножко это меня заувлекло или как-то, и я вот встал, и через 5-10 минут, какое-то очень короткое время я превратил вот эту массу, в самом деле, таких красивых, скажем, грибов, знаешь, и я сразу как-то понял, что, знаешь, думаю, если бы я сам удивился тому факту, потому что до этого я не делал ничего подобного, и вся моя, всю мою жизнь я занимался перевозками, транспортом, и целое моё занятие было целый день, имейл, телефоны отвечают, где машина разгрузился, выгрузился, и только вот эти короткие такие, эти самые. А здесь, в общем, я как-то понял, что оказывается у меня есть чистка, слишком быстро и легко это получилось, и я понял, что, думаю, если я могу делать, скажем, грибы, наверное, могу делать и другие формы, и я стал ту же, ту же самую массу, я переделал такую маленькую этот слона, вот этот маленький слон потом переделал, как маус, маус это мышь, да, и я вообще сразу понял, что, знаешь, и сразу появилась идея, что, вау, думаю, тогда я могу сделать всё, и делать всё, первым делом я подумал, вау, сделаю в саду, там, какую-то там большую, там, эти звери, там, жираф, мираф, я не знаю, то, что я в детстве, я всё думал, эти самые персонажи, мне сразу всё припомнилось, думаю, всё, у меня так большой участок, думаю, сделаю такую диснейленд. Только мне нужно было понять, что, как бы закрыть это дело продуктом, чтобы оно можно было наружу оставить, и чтобы оно не, потому что она сама пена же не тёрдая. В общем, вот с этого момента, я не знаю, что тронулось у меня, что произошло, я не знаю, но я так, я так excited, как сказать, я так, это так меня задело, или как меня волновало, может быть, не то слово, но заинтересовал очень. Вот этот факт, что я могу делать руками любую форму, это так меня задел, или задел, может быть, не то слово, так меня тронул. Я, в общем, после этого сразу к интернету, в YouTube, всё, что могло быть информацией, как бы сделать этот пен, скажем, твёрдым, что фоум, и в общем, вот с этого всего началось, и я тебе скажу, что если не 24 часа ровно, но в день я очень много часов тратил на то, чтобы учиться, как делать формы, какие продукты использовать, чтобы делать формы. В общем, всё абсолютно касающее скульптуры, продуктов, что используется для этого, абсолютно всё. И так постепенно заинтересовался артистами, кто там вдруг, если до этого я в жизни не был в галерии, сейчас мне даже стыдно об этом говорить, до этого вообще не дун-дун, даже два-три этих имён знал только этих, там Ван Гог, там Пикассо или что-то там, ещё третье. Всё, вот это всё моё знание про искусство. Но вот после этого момента, кроме того, что я нашёл себе вот этот дар, видеть формы, знаешь, вот это я до сих пор не умею рисовать. Но вот я чувствую форму, вот эту глубину, 3D-эффект, вот это я чувствую, и вот это мне, наверное, единственное, что мне помогает что-то создавать. А остальном я всему научился через интернет, всему абсолютно. Дименчис, что такое пропорции человека, там 7,5 головой, там 8. Всё абсолютно я именно вот это за протяжение 3 года, если я, скажем, можно считать, что 30% что-то создаю всё моё время, 30% создаю, 70% я именно учусь. Смотрю в интернете, в YouTube, всякие каналы. Я стал вдруг учить электричество, я стал учить там всякие вещи именно в отношении того, что вот мне пригодится. Я вот сделал недавно какую-то машину, пантограф, которая помогает это самое, сделать фигурой больше, там что-то. В общем, я как-то по хорошему понятию этого слова заболел этим. Заболел, если можно такое сказать, и она задела меня так, что сейчас я вот, если так можно сказать, самый счастливый человек во всём мире. Я первый понял, что такое любить того, чего ты делаешь. Это мне даёт такое удовольствие, что я не знаю, с чем это можно было сравнить. Представляешь, что тебе нравится каждая секунда, каждая минута, чем ты занимаешься, и потом люди тебе дают деньги ещё за это. И сверху всего этого они уходят такими счастливыми, с тобой обращаются как принцем. Я не знаю, тебя на руки носят. Знаешь, если до этого абсолютно не замечали меня, абсолютно. Сейчас вдруг я стал кем-то, понимаешь? И это меня, если честно, очень удивило. Я не знал, что вот тот факт, что ты что-то сделал, какую-то форму, это абсолютно изменило отношение с людьми. Вот если так взяться отдельно, какое отношение имеет моё с тобой отношение? Вот то, что я делаю хорошую там рыбу или что-то в этом понятие. Но вот как раз в этом и есть самый такой невидимый этот сила искусства, что вот я не мог бы ничем другим достичь того же результата вот в отношении с людьми. Просто только тем фактом, что я сделал там какую-то там руку или там дерево, скульптуру, какое-то там восьминога. Вот тот факт, что я просто это сделал невидимым, я не знаю, чем это можно затворить, повлиял очень на многое, не говоря о том, что меня сделал самым счастливым человеком. Вот тот факт, что друг, я никогда мог подозревать, что вот такое влияние, такую силу это мог иметь. И в этом понятии, и знаешь, ещё другое дело, что я только единственное то, что я немножко жалею, если можно так сказать, или так. Почему я не нашёл это, когда мне было, скажем, двадцать, я не знаю, двадцать пять лет, когда я мог бы там сколько лет, сейчас представь себе, если за три года, где в три года входит и учение, и проблема от zero, от нуля, до этого я мог достичь того, что вот я могу такие красивые вещи делать. Представь себе, если бы я это начал, когда мне было двадцать, я не знаю. Вот самый большой сейчас у меня этот гол, гол этот, как его, гол по-русски будет, наверное, цель. Вот научить моему сыну, ему сейчас вот шестнадцать лет, а, представь себе, если я через два, пару лет научу его вот делать то, что я делаю, у него вся жизнь впереди, представь, и у него, потому что если ты хочешь стать именно очень хорошим в чём-то, сильным, тебе нужно потратить очень много времени. Ты можешь иметь талант, ты можешь научиться быстрее, чем кто-то другой, но чтобы в самом деле быть сильным или хорошим, или лучшим, или что, как сказать, не знаю, нужно потратить уйма часов, год. Ты не можешь быть крутым футболистом, если ты там, я не знаю, всю жизнь не играешь. Вот так, здесь же так же здесь. Если ты хочешь стать великим, в самом деле, то ты, вот, а это так столько времени, я вот не знаю, у меня есть или нет, мне уже скоро 50, почти 48 лет. Не знаю, сколько мне ещё придётся, буду в силе, состоянии там творить, потому что здесь тебе ещё физическая этому нужна, понимаешь. И в этом понятии, из-за того, что я почувствовал, что такое счастье в этом плане, вот человек, наверное, всё-таки хочется всё больше, знаешь, мне уже, мне нужно больше и больше счастья, мне нужно, чтобы оно длился, никогда не качался, но, видишь, так не бывает обычно. Единственное, вот в этом плане я немножко сожалею, что до этого не было, и моё сожаление хочу как-то изменить или как-то поменять в плане, вот, моего сына, если только, правда, не знаю, как научить, как научить сварить или делать культуры, я, наверное, смогу, но как научить любить так же, как я это люблю, вот, я вот это не знаю, и я был бы самым счастливым человеком, если вот в этом мне просто повезёт, и он станет относиться к этому делу, как хоть-хоть-хоть наполовину, как я, вот, таким же разгаром, таким же, потому что, когда я вот говорю про это, делаю, для меня это, это, это такое, знаешь, как будто рождаюсь заново, в том плане, она никогда вот за три года, вот, вот, каждый день я вот рассказываю таким же эмоциям, таким же, как будто это вчера со мной случилось, хоть оно уже, сколько, три чем-то год вошёл, но всё равно я до сих пор в этом, в трансе, как говорится, в этом, я не знаю, и не выхожу ни минуты, ни секунды, она не становится меньше, наоборот, наоборот, потому что, представь, то, что ты видишь, то, что я делал, это вот два процента с того, что у меня в голове, который я, некоторые, получится, наверное, некоторые, никогда не получится превращать его в настоящие скульптуры, не знаю, сколько скульптур ещё я смогу сделать, но, ну, как говорится, sky is the limit, это когда конца не видно, вот в этом и есть самое большое, это что здесь, ты его не исчерпать невозможно, этот арт, куда не посмотришь, это безграничные возможности, я не знаю, и был бы хороший ещё такой, знаешь, то, что вот меня так этот факт так радует, то, что я хотел бы так, не знаю, мне хочу, чтобы другие тоже так чувствовали, знаешь, как-то делиться, что вот смотри, как это такой кайф, какой кайф, что вот чувствовать себя таким счастливым, я не знаю, как этому можно показать, научить, научить, нет, это, наверное, этому не научишь, это нужно снутри как-то чувствовать, и самое смешное, что если бы ты мне это всё бы сказал четыре года, скажем, пять год тому назад, ты мне бы сказал, давай пойдём там, какой-то там галерею был, я бы сказал, знаешь, что делать мне ещё ничего, знаешь, а сейчас я как этот спонж, как этот, всё всасываю, всё, что связано с этим искусством, так мне оно нравится, и представь, в один день, в один день это всё случится, и тем более звучит как-то неправодоподобно, как можно, всё, скажем, в один день всё чёрное, и вдруг оно в следующий день стало всё белым, в том плане, что всё, что абсолютно не интересовало, сейчас не то, что интересует, этим живу прямо, каждую секунду, каждую минуту живу этим, и всё, что-то, если даже не делаю, я даже во сне скульптуры делаю, не говоря о том, что целый день люди часто спрашивают, знаешь, как там твоя жена, семья смотрит на то, что вдруг в твоём ситуации вот такая изменение, я говорю, знаешь, если я чувствую себя счастливым, то это выражается на них тоже, потому что одно дело, когда ты всё, мне кажется, когда ты счастливый, это, 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 ты передаёшь, я не знаю, как-то по-русски у меня не получается, хорошо, но ты, это, да, выражаешь, перри, оно, оно за, за, через край, слушай, я уже не знаю, как, в общем, оно как, как грипп передаётся, понимаешь, когда ты счастливый, когда рядом с тобой кто-то человек весь во всём энтузиазмом, ты, тебе нравится это, быть таким человеком, оно передаётся тебе как-то часть или что-то в этом плане, мне кажется, я не знаю никого, кто бы не хотел рядом с ним быть счастливым человеком, почему кому-то это может не нравиться, поэтому вот думаю, что если я, меня это дело сделает счастливым, то моей семье это тоже автоматически нравится, по-другому не может быть, если ты счастливый, ты часть моей семьи, как я могу это, этому препятствовать, как мне это, смотрю на тебя, ты весь в этом горишь прямо, как оно может быть, мне не нравится, поэтому я и не допускаю, если честно, что другого варианта здесь есть. Скажите, пожалуйста, вот местность Испании помогла вам что-то в этом или нет? Если честно, вот я, я не знаю, потому что из-за того, что вот это случилось со мной именно, когда я уже переехал в Испании, я не знаю, например, если бы я жил тоже в Голландии, например, откуда я переехал сюда, случилось бы со мной такое, и какую-то прямую линию там провести в том, что вот этот факт именно связано с чем фактом, что я вот, наверное, тот, если бы не этот вот конкретный случай, да, единственное, что самое легче всего сделать, привязать это, мое отношение вот с этим делом, вот с этим случайным моментом, когда я вот, был бы у меня в другом месте что-то такая случайность. Вот представь, и самое важное, представь, иногда меня пугает тот факт, что если бы не эта ситуация, представь себе, что я мог всю жизнь прожить, и вообще, если я до 50 лет дошел до того, что абсолютно никакого отношения этому не имел, то еще там 10, 20, 30 лет, наверное, запросто прожил бы без, скажем, искусства, да, если до этого смог, и вот иногда думаю, где здесь, если бы не эта ситуация, я мог бы, наверное, до сих пор там в транспорте или никакой отношения не имел с этим, и вот это, если честно, иногда пугает, иногда пугает, что я мог не почувствовать вот этот кайф, вот это счастье, которое я сейчас чувствую. И еще дает подумать о том, что у всех у нас есть какие-то тайные таланты, знаешь, которые мы можем просто-напросто, ты можешь быть, вот ты никогда не пробовал, я не знаю, к примеру, там, я не знаю, ты пробовал когда-нибудь бейсбол? Ты битой пилкой, вот представь себе, что вот сейчас кто-то там, я не знаю, твой сосед, увидишь, он играет, скажешь, можно мне это самое, когда до этого, может, не случилось бы никогда, люди умирают без того, что никогда не пробовали этот бейсбол, но оказывается у тебя талант, что ты его так бьешь, если тебе еще потренироваться, тебя сразу берут вот что-то в этом понятии. У нас, у всех, мне кажется, просто нужно вот это найти, одним, это просто случайность, как мы в Сочи, другие как-то находят, и мы, как родители, мне кажется, еще очень важно, что в наших детях, сейчас я только по-другому все это начал смотреть, по-другому, из-за того, что случилось именно со мной, до этого, может, вообще не думать об этом, но сейчас как раз я уже такими большими, этот, magnified глаз, как-то смотрю на то, чтобы, вау, может, у моего сына что-то есть такое, чтобы лишь бы найти, знаешь, вот такое, я сейчас уже, ну, спрашиваю, а ну попробуй это, а ну попробуй это, лишь бы как-то помочь найти какой-то дар такой, который бы, может быть, в обычных ситуациях, я бы не стал об этом, обращать на это внимание, знаешь, и мне кажется, это очень важное дело, в одном случае из-за того, чтобы чувствовать счастливым, потому что если ты делаешь то, что тебе нравится, это самое большое счастье, я не считаю, что я работаю, я здесь, да смотри, я и в субботу здесь, я и в воскресенье, здесь самое лучшее место для меня, где я могу быть, и это совсем другое, когда ты встаешь утром, и ты должен подумать, а, сейчас на работу нужно идти, Jesus Christ, когда ты как идешь с силой, знаешь, ты бы дал все абсолютно, лишь бы не пойти, такое чувство я тоже знал, когда я работал там в транспорте, было время вообще абсолютно не нравилось мне это дело, но другого я ничего не умел, и когда ты поставишь рядом с этим вещь, который ты делаешь полным с удовольствием, и делаешь, когда делаешь, когда хочешь, когда не хочешь, если других этих самых у тебя там, ты должен в это время что-то там, здесь все говорят, когда у тебя получится, когда ты сможешь, как ты пожелаешь, думаешь, через такой разве возможно в жизни, понимаешь, и в этом плане очень, 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 конечно, интересно, интересно вот то, что и я, поэтому я счастлив, что вот мне удалось почувствовать вот это чувство, знаешь, и я желаю всем абсолютно, всем почувствовать, что это такое, быть счастливым вот в этом плане, это несравнимо, несравнимо просто, и кто знает, через какое-то время я вот создам, а в том еще я ничего не сказал, что какие интересные вещи ты можешь создать, как скульптор, как артист, знаешь, вот вещи, которые, представь себе, которые никто не делал, скажем, потому что весь кайф в том, что создать что-то, которое никто не делал, в некоторых случаях у некоторых получается это дело, некоторые просто умирают, стараясь достичь этого, и никогда не получается, я не знаю, в моем случае получится, нет, но сам факт, что ты пробуешь, ты ищешь, вот ищешь варианты, как бы создаст что-то такое, которое останется намного, намного времени больше, чем мы сами и наши предки. Здесь меня знают как Джорджи Пуларьяни, по происхождению из Грузии, но я эмигрировался очень давно из Грузии в Голландию, и почти всю мою жизнь прожил там, и последние 10 лет я уже, в принципе, живу в Испании. Вот вы находитесь в моем галерее, и вот это, то, что видите, мои скульптуры, эти рисунки, они не мои, только скульптуры. Я обычно делаю скульптуры из отходов металла, в большинство случаев, вот это все, что вы видите, они отходы, то, что, в принципе, уже идет, скажем, на ресайклинг, как называется это, для переработку, я вот эти, скажем, собираю, вот эти отходы, как говорится, из них делаю разные фигуры, вот как этот рыба, этот восьминог, вот это все вот, если вы так посмотрите, это все, когда люди штампуют, какие-то там, скажем, дырки делают в какие-то предметы металлические, вот это отход, я их беру, потом и вот сваркой их, не знаю, прикрепляю друг к другу, вот так же и этот тоже сделан такими круглыми отходами, как говорится, и этот, в разных ситуациях, вот здесь, в принципе, тоже отходы, только они вот длинные, вот тоже сделанные каким-то образом, штамповали они в каком-то компании, скажем, и вот это все, что осталось, я их вот сделал форму торсо мужское, это какой-то вроде анджел, там, которые тоже, в принципе, отходы, только их сложно заметить, потому что я текстуру, текстура, это рельеф изменил так, что, в принципе, там сложно различить, какой формы они были, но, в принципе, оно сделано тоже такими вещами, так что, тоже есть многие вещи, которые уже у меня нету, обычно очень меня этот самый как-то, как бы сказать, мне жалко каждый раз, когда я вот продаю какую-то скульптуру, потому что в основном они единственные, их больше нету, и как-то, когда люди приходят, и у меня их больше нет, я как-то, мне жалко, что не могу я показать им, понимаешь, и в этом плане жалко каждый раз отдавать, но по-другому как-то не получается, потому что, чтобы мог функционировать, должен продавать вещи, и с одной стороны оно дает удовольствие в том плане, что люди ценят твое искусство, иначе бы они не заплатили деньги, и деньги обычно, они очень немаленькие в этом плане, это дает какой-то стимуль, чтобы создать еще что-то другое, и кроме этого, как-то я бы хотел все, что я сделал, иметь здесь, чтобы всегда всем показывать, но так не получается. Есть вещи у меня, которые более, больше, некоторые мне нравятся больше, чем другие, есть вещи, которые намного сложнее, чем другое, но в основном мне они все нравятся, все они нравятся, и я не знаю, есть больше, я делаю фигуративные, эти самые скульптуры, но кроме этого, есть еще такие абстрактные, я делал хоть их относительно меньше, чем фигуративные, потому что как-то люди больше, мне такое, так показалось, что люди больше понимают фигуративные скульптуры, когда они абстрактные, им сложно, это не на всех, конечно, имеется в виду, не все, но большинство людей как-то по ним воспринимают фигуративные скульптуры больше, им это более понятно, чем другое. Знаешь, мои клиенты в основном, наверное, если не иметь пару клиентов, которые, скажем, Meria, Meria, да, называется в русском, Meria, Town Hall, Autamento, например, если у меня пару этих клиентов, скажем, официальных инстанций, как вот этот, Meria, и по-испански это Autamento, но основная вот этот, я не знаю, private, как бы по-русски это сказать, частные люди, которым нравится арт, и есть люди, которые уже некоторый раз, когда они уже один раз купили, им нравится то, что я делаю, и они каждый раз, когда, в основном это, я должен сказать, что это ни здешние, ни испанцы, к моему удивлению, они больше эти самые, там, снаружи, там, англичане, немцы, французы, почти весь мир, те, которые имеют дома здесь, или приходят, как туристы здесь, и один раз познакомы с ними, они уже знают, что я здесь, и приходят, второй, третий, четвертый, некоторые разы, больше разы, и каждый раз я делаю, что-то новое, хотят видеть, и в некоторых случаях, они покупают, в основном, вот частные люди, знаешь, большинство, если так можно сказать, частные, цены, они, я не знаю, самое маленькое, наверное, это 500 евро, и самое большое, которое мне до этого удавалось сделать, это 20 тысяч, в основном, такие суммы, они просто я делаю на заказ, если там у некоторых людей есть желание, там, придумывать сами что-то, там, делал я большие, там, драгоны, я, по-моему, тебе показывал тоже, вот, такие более, такие, скажем, expensive, дорогие, скажем, вещи, обычно я стараюсь, очень дорогие самому, там, для галерии не сделать, потому что, не зная, потому что они, основном, занимают много времени, и когда ты делаешь, что-то 4, там, 5, 6 месяцев, не зная, что ты его, там, скажем, продаешь, сразу, немножко рискованно, в том плане, что за это время, ты уже другие скульптуры, в принципе, уже не делаешь, только концентрированы на одну, и в этом плане, не зная, что ты его, там, это самое, немножко рискованно, а когда кто-то заказывает, тогда уже немножко легче, намного легче, такие большие работы делать, но это, как говорится, только начало, начало, потому что, я так надеюсь, что я буду такие скульптуры делать, паблик, публичные, скажем, где они будут, я не знаю, 2, 3, 4 метра, если не больше, я бы очень хотел, чтобы, чтобы делать большие скульптуры, это было бы для меня, тоже такой, немножко, вызов, знаешь, в том плане, что сперва, когда она снаружи, они все, люди все видят, не только у какого-то частного дома, а где-то там, на каком-то, в каком-то сквере, в каком-то, вот сейчас я буду делать скульптуру, еще вот для этого, аутаменту, она будет прямо напротив этого, экклесия, как сказать, церковь, да, церковь, и как-то больше людей могут смотреть, видеть, и с одной стороны, это как-то интереснее тоже для меня. Часто спрашивают, могу ли я там, даю ли я там уроки в этом плане, поэтому в данном случае, я думаю, это не актуально для меня. Спасибо большое за интересное интервью, тебе огромное спасибо, если честно, я так от души, что давно так не открывался, как-то говорить, открывался, хоть я вот эту историю, то, что со мной случилось, я почти каждый день, но в этом форме, у меня были интервью, как я тебе говорил, в газетах, и в основном она немножко по-другому происходит, тем более на русском у меня не было никогда ничего, поэтому это тоже интересно как-то в одном плане. Спасибо тебе огромное, и, пожалуйста, если я как-то, тебя что-то еще заинтересует, я буду только рад этому. Спасибо. Всем привет. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok